Программа «Экология и природные богатства Украины» и при поддержке Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования и ликвидации последствий чернобыльской катастрофы. Цель нашей программы – это распространение информации и форматирование имиджа экологически ответственных предприятий и организаций. Программа направлена на отметку коллективов, которые прилагают усилия для соблюдения норм экологической безопасности и достигли успехов в решении глобальных природоохранных проблем. Наше издание, надеюсь, способствует формированию позитивного имиджа в деловом мире, усилению авторитета и, надеюсь, является образцом и стимулом для наших нынешних и грядущих поколений. «После трагедии Чернобыльской стало вопросом продолжения эксплуатации чернобыльской атомной инстанции. И было принято решение на уровне керевництва союзу минулого про восстановление эксплуатации чернобыльской инстанции. С сегодняшнего дня мы можем ствердить, хотя диспутов было очень много, что это было абсолютно вирное и принятное решение, особенно с рукованием того, что в подальшем на картине света, на картине Европы, появится новая держава, имя которой Украина. И не дай Бог уявить себе, чтобы это решение не было принято, яка б клоака всього была бы на территории Украины. И, конечно, без какой-то участии святого співтовариства щодо подолания цієї трагедии. Это очень важно. И, конечно, когда было принято решение про работу, восстановление эксплуатации чернобыльской инстанции, было принято решение про то, где проживали коллективы чернобыльской инстанции. Были разные варианты, и пять майданчиков, которые были в конкурсе для будильництва нового города. Ну, выявите себе, когда вся территория практически была при всеми при том забруднена, хотя Чернігевская земля, вы знаете, была наименьше забруднена, мала забруднена тому, привязались до залезницы, выйдут от территории Киевской области и в 50 километрах между Чернобылем и Чернігевым выбрали майданчик 6-го листка в лесу для міста Славутича. Была лишь залезничная станция, не Рафа. И решение было принято 14 жовтня 1986 года, а первый ордер был вручен в 1988 году. И, конечно, сегодня, если говорить про Припять, это был один из лучших мест на тот час, атомной энергетики, место Супутника, 54 тысячи жителей, и сегодня это место мертвое. Я хотел бы, чтобы мы до него относились, как до певного символа поразки, причем не Украины, а и даже не бывшей страны, а всей цивилизации, всего мира. И саме події на Фокусиме это подтверждает. Это выходят за рамки этих событий, которые связаны с использованием атомной энергии, как такие выходят за рамки одними страны. И сегодня еще раз и еще раз до этого нужно вернуться и почувствовать это. И если говорить про Славутич, то он, историю написано, что Славутич должен стать символом отрожения. И место, которое было выбрано для Славутича, это место Чернигівской области, адміністративное подпорядкование Славутич было в Киевской области, а на территории Чернигівской области, поэтому месту Славутичу еще удалось реализовать повну модель местного самоврядувания в Украине. Это тоже очень важно. И сегодня это образ местного демократии, местного самоврядувания в Украине с возможными, согласно закону, повноважениями, которые могут иметь местного значения. И если говорить про край, это одно село, там на территории Чернигівской области было отселено, это село Редьковка. Все остальные населенные пункты, это частина, самая частина, яка біля Дніпра. Это территория четвертої зони и третьей зони. Место Славутич потрапило до четвертої зони, это зона подвищенного, посиленного радиоэкологического контроля. Но, несмотря на то, что это была четвертая зона, хотя очень много керевников на тот час уже в Украине, звісно, были против того, чтобы Славутичу взагалі давать зону. Но показники, в принципе, были, это уже были новые нормативы Украины, поэтому я наполягал и все делал для того, чтобы именно так и было. И потом, это практически свободы для человека принимать решение, где жить, хотя никаких гроз в Украине Славутич не было и не есть. И практика довела это. Но на тот час все были великие диспути. А четвертоя зона не давала возможности развитию, строительства и все остальное. Плюс, будивала одна страна, потом Славутич стал украинским містом. Это тяжело все это рассказать. Я написал книгу, «Место моей доли», она нещодавно вошла. И там очень много интересных материалов. Но Черниговская земля, вот бедненькая, та часть, если сегодня уявить, чтобы не было Славутич, то это вообще забыта, извините, забыта Богом земля. И уже не только населених пунктов, как бы не было Славутича, мы бы не помятали, а и людей, которые живут на этих территориях. Вот я фотографии взял, до этого они неприятные, но с одного боку. А с другого боку мы все должны сделать, чтобы изменить обличие Украины. А изменить обличие Украины можно саме через села, селища, места, великие и маленькие. Саме через них. И это тоже нужно в Украине понимать. Но это просто жах. И это реальная дейсность таких сел, думаю, мало и в Житомирской области, и в других областях. На превеликий жаль, это наши реалии, наша дейсность. И особенно, когда населенные пункты, показатели очень страшные. И вот для Славутича був выбор, каким шляхом идти. Мы приняли активный метод с урахованием того, что вплив у малих доз радіацій, его ревня практически не было разработано ни на той час, ни на сегодня, потому что эта проблема, на превеликий жаль, никого не цікавит, потому что она сложная и с большинственными затратами. Мы приняли для себя очень простую философию. Это философию створения как наибольших умов проживания людей. Это высокая качество, стандарты, социальная инфраструктура и социальная сфера. И с урахованием того, что працювала Чорнобильская атомная инфраструктура, нам это вдавалось делать. По рокам мы мали сбудки и развивали мисто Славутич саме в направлении створения умов для проживания проживания працанников Чорнобильской атомной инфраструктации и тех, кто обслуговывал мисто. На превеликий жаль, ми втратили экономичный базис в 2000 році з достроковим закриттям Чорнобильской атомной инфраструктации. Один, третий энергоблок мог бы випускать электроэнергии в рік 300 млн кВт. мисто Славутич